ПРОКИНО Привет, Комсомольск! В эфире программа ПРОКИНО и её ведущий Павел Мушта. На романтической комедии Ларри Кран актёр Том Хэнкс выступил в качестве сценариста, режиссёра и сам исполнил главную роль. Кроме этого, ему удалось то, что в последние годы в Голливуде удается просто единицам. Он смог затащить в свой фильм саму Джулию Робертс. До своего увольнения приветливый и любезный Ларри Краун был преуспевающим командным руководителем отделения одного из гигантов фастфуда. Здесь он работал после того, как расстался со службой на флоте. Чтоб не быть уволенным, Ларри направился в местный колледж учиться. Там он становится частью разношерстного сообщества изгоев и вечных лузеров. В поисках лучшего будущего кучка маргиналов часто рассекает по городским окрестностям на самокатах. На занятиях по технике публичных выступлений Ларри начинает давить на своего учителя Мерседа Стейна. Женщина потеряла желание обучать студентов в такой же степени, как и перестала любить своего собственного мужа. Простой парень, у которого есть все основания думать, что его жизнь остановилась, освоит неожиданный урок. Когда, казалось бы, все возможные ценности уже прошли мимо, можно обнаружить повод, чтобы жить. Охватите взглядом своих слушателей и начните с одной половины зала и посмотрите в глаза тем, кто там сидит. Привет. Здравствуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда я служил на флоте, я пять раз ходил к Уго-Светку, но никогда бы не смог вам об этом рассказать, если бы не записался на такую вот лекцию. Так вот, где вы работаете. Тихо, я под прикрытием. Обалдеть. Хочешь меня поцеловать? Ты просто прелесть. Я все вижу. Голливудские ужастики явления в кинотеатрах нередко, а вот французские я как-то даже не припомню. С 21 июля в кинотеатре Ю-Сити стартует французский хоррор «Кошмар за стеной» с одной из подружек Астерикса, красоткой Летиси и Каста. Лента снята в стереоформате 3D, так что ужас будет буквально на расстоянии вытянутой руки. Центральная Франция, 1922 год. Сюзанна, молодая писательница, ищет вдохновение для новой книги, уединившись в загородном доме. Исследуя особняк, она находит потайную комнату в подвале. Но лучше бы она ее не открывала. Женщину начинают преследовать кошмары и видения. Вдобавок, ее присутствие заставляет нервничать местных жителей. Вскоре в деревне мистическим образом начинают исчезать маленькие девочки. Неужели все это плод вашего воображения? Каждая строка будто обо мне. Наконец-то я наедине с собой. Я для живой души. Ничто не помешает мне. Не смей к ней приближаться. Она ваша дочь? Я могла бы помочь ей. Похоже, Валентина к ней очень привязалась. Мне это платье идет? Валентина исчезла. Это я во всем видовата. Где же мне найти тебя? Я знаю, это твои следы. Слишком поздно. Что может защитить нас от страсти? Слабость человека всесильна. Эта парижанка сведет тебя в могилу. Она прекрасна. Летиция Каста. Это не дом, а склеп. Кошмар за стеной. 3D. Киноцентр Красный не устает удивлять комсомольчан чем-то новым. С 28 июля в течение 9 недель в его кинозалах пройдет первый в Комсомольске-на-Амуре жанровый хоррор-фестиваль «После заката». Этот проект уже несколько лет с успехом идет в Америке, и вот, наконец, он пришел в Россию, где так популярен жанр ужастиков. В рамках фестиваля зрителям Красного будут продемонстрированы 9 фильмов различных вариаций жанра хоррор. «Племя», «Близнецы», «Убийцы», «Войбанши» и другие. Все ленты новые, производство 2011 года, но вы не увидите их в широком прокате. Только в рамках кинофестиваля. Он условно делится на недели определенного жанра. Неделя призраков, неделя духов, проклятий, маньяков и тому подобной нечисти. Демонстрируются фильмы на двух последних сеансах в обоих залах Красного. Можно приобрести абонемент и посмотреть все фильмы по цене чуть меньше 60 рублей за каждый. Узнать подробности и забронировать билеты можно по телефону 547413. На этом все. Не пропустите нашу программу ровно через неделю. С вами был Павел Мушта. Кино и Комсомольск в одном сердце.